МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами пресс-новости. Хорошо бы, чтобы ядерное соглашение с Ираном оказалось эффективным, замечает Дели Бист. Кремль снимает запрет на поставки Ирану мощной системы ПВО, которая сделает почти невозможными удары с воздуха по тегеранским объектам атомной оружейной промышленности, поясняет автор. В понедельник президент Путин подписал указ, разрешающий поставки С-300 Ирану. Многие американские военные считают, что С-300 фактически превращает целые области в бесполетные зоны для самолетов F-16 или F-A-18 Hornet. Поставки С-300 также сведут к нулю способность Израиля действовать против Ирана в одиночку. Но только к Ирану дело не сводится. Если Россия и Китай по-прежнему будут поставлять разным странам современные системы ПВО, подавляющее большинство самолетов, которые сейчас имеются у США, Америка не сможет воевать во многих регионах планеты, говорится в статье. На фоне увеличения количества взаимных обстрелов в Донбассе главы МИДов стран-членов Нормандской четверки предприняли в Берлине попытку оживить процесс мирного урегулирования, пишет коммерсант. До переговоров глава МИД Германии Франк Вальтерштайнмайер рассказал, речь пойдет о подготовке местных выборов в оккупированных сепаратистами районах, а также обеспечении доступа гуманитарной помощи и восстановлении Востока Украины. Но до сих пор не полностью выполнен даже первый пункт согласованной 12 февраля программы действий о прекращении огня. По второму пункту мирного плана об отводе войск от линии соприкосновения разногласий не меньше. Для властей Украины вчерашняя встреча стала поводом напомнить об идее введения на восток страны миротворцев. В свою очередь власти Российской Федерации и представители народных республик возлагали на вчерашнюю встречу надежды, связанные с формированием рабочих подгрупп в рамках контактной группы. Санкции обсудят в предпоследней инстанции. Равины Европы едут к Папе Римскому ради улучшения отношений России и Запада. Как стало известно коммерсанту, 20 апреля делегацию конференции равинов Европы, которая наполовину состоит из представителей Российского еврейского конгресса, примет глава Римско-католической церкви. Встреча в таком формате станет первой в многовековой истории двух религиозных организаций. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт говорит, что в ходе аудиенции религиозные лидеры намерены обсудить, как совместными усилиями попытаться нормализовать отношения России и западных стран. Известие. США потратит 15 миллионов 600 тысяч долларов на борьбу против России в соцсетях. На базе чешского офиса «Радио Свобода» будет создан цифровой медиадепартамент для работы в российском сегменте соцсетей, пишет газета «Известия». Специалисты подразделения должны будут противостоять дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ, отмечает издание. На проект по борьбе с реваншистской Россией собирается затратить 15 миллионов 600 тысяч долларов. Этот проект определен как приоритетный наравне с противостоянием идеологии фундаменталистов исламского государства. Но на это Би-Би-Джи просит всего 6 миллионов долларов. Несмотря на все кризисы и сдвиги в сознании, наш народ черствее душой не становится. Согласуясь с известным выражением «чужих детей не бывает», актюбинцы активно усыновляют ребятишек по воле судьбы, ставших сиротами и подкидышами. Материал из актюбинского дома ребенка у МИД читайте в завтрашнем номере газеты «Эврика». Группа исследователей из Астаны близка к тому, чтобы восстановить рецепт хаомы – легендарного напитка древних саков. Как оказалось, это вовсе не алкогольная настойка, а травяная. Вот только ее употребление небезопасно, пишет Экспресс-Ка. Сакское племя хаома-варга, жившее когда-то на юге Казахстана, получило свое название из-за умения варить этот целебный напиток, о котором писал еще Геродот. Хаома – это не алкоголь, а одурманивающий напиток, уверен исследователь Женис Устасов. Недавно исследователи из Астаны начали поиск травы, которая содержит гармин и гармолин. Оказалось, что в Казахстане она есть и называется адыраспан. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова